Гобы пышной, не пряму, А пресненьки дошли до нас сквозь годы. Сурок и прост, хрустящий хлеб свободы. Свободу дай народу моему. Ещё я вам прочту стихотворение, которое я написала под большим впечатлением. Потом я вдруг обнаружила себя 9 ноября 1998 года около этой синагоги, около этого здания в Берлине. И вдруг мне пришло в голову, что здесь ровно 60 лет назад случилось то, что случилось 9 ноября. Поэтому я вам прочту стихотворение и, забегая вперёд, скажу, что один из образов здесь касается осенних листьев кленовых. И один немец, которому моя переводчица подарила эту книгу, сказал ей спустя месяц приблизительно, «Вы знаете, фрау Хоффман, я теперь, когда смотрю на кленовые, опавшие жёлтые листья, я всегда вспоминаю 9 ноября 1938 года». И ради одного этого немца стоит написать это стихотворение. «Девятое ноября, Берлин, 1938 года». «Мне было полгода, всего-то полгода. Кто знает, какая стояла погода в тот первый из жизни моей ноябрии. Но мёртвые листья с деревьев слетали, И скорбными жёлтыми звёздами стали, Пометив одежды, внимание, евреи. Пристанище веры, извечно опальной, Громили зверея той ночью хрустальной, Под звон и под хруст леденящий стекла, И тенью кровавою, огненно-чёрной, Накрыла весь мир этой ночью позорной. Смогу ли поверить, что ночь истекла?» «Кого ньедрой?» «Кого ньедрой?» «Кого ньедрой?» «Кого ньедрой?» Звучит музыка. Не только дни, но месяц бегут. Становимся с годами мы мудрее. И знаем, что такое совланут. Ведь совланут — терпение в переводе. Пускай же годы спины наши гнут. В еврейском, несгибаемом народе не обойтись без слова совланут. Судьба нам всем нелегкая досталась. Скитание, хлеб и подневольный труд. Но не сломила душу нам усталость. Мы знаем, что такое совланут. Душой мы остаемся молодыми. И трудно нам на месте усидеть. Пусть головы становятся седыми. Зато душа не может посидеть. Второе стихотворение называется «И в Новый Иудейский год». Пусть будет легким год грядущий. В достатке будет хлеб насущный. Бесчетно много лет. Всегда одно моленье. Льют свечи тот же свет. И тоже в нас волненье. И так же сладок мед осенний на столе. Мой небольшой народ рассеян по земле. Но слышит небосвод. Пусть легким будет год. Бабель, считается, что его возраст пять тысяч лет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok